добрый день дорогие мои друзья и гости моего канала с вами наталья цветы моей души давно с вами не слышались не встречались и вот наконец-то я нашла время чтобы записать это видео завтра у нас чудесный праздник пасхи очень замечательный праздник для всех нас христиан и от всей души от всего сердца я поздравляю вас с этим светлым праздником каждый год мы празднуем начало новой жизни для всего христианского мира торжество веры над смертью и пусть частичка этого ликования останется в наших сердцах и поддержит нас в трудную минуту ну а мы садоводы и огородники продолжаем наши обыкновенные трудовые будни мы продолжаем ухаживать за нашей рассадой и уже совсем чуть-чуть остается и у нас следующий выходной уже 1 мая как же долго я ждала да наверное каждый из нас ждет прихода тепла весны к сожалению в этом году вот весна в москве московской области очень затяжная очень холодная прям никак не придет к нам тепло буквально бывает день-два теплые и опять снова снег с дождем опять температура плюс 2 плюс 4 сильный ветер северный холодный знаете как будто бы так ощущение идет весна медленными шагами шаг вперед два шага назад уже прям устали мы вот от этих колебаний температуры и я все никак не могла вынести свою рассаду на балкон только вчера мне удалось это сделать потому что к сожалению было все время холодно сегодня она у меня первый день первую ночь точнее переночевала на балконе остались у меня вот на подоконнике только цветы тут вот у меня вот вылезли бархатцы поросли а вот тут у меня две клещевины порастают вот тут другие цветочки однолетники к сожалению у меня неприятность произошла сейчас я вам о ней расскажу тут немножко астры зашли тоже плоховато вот из 20 семян зашло но наверное меньше половины расскажу объясню в чем причина ну вот моя рассада на моем балконе сейчас если мы посмотрим сколько тут температура 21 градус ну ночью тут было по моему градусов 18 окно мы пока не открываем перчик помидоры тут цветы вот дельфиниум разные однолетние растения далее тут опять цветочки вот такая уже гигантская герань выросла между геранью вот остеос первым торчит посмотрите все-таки рановато его высадила он уже такой огромный хорошо что у него такой вот устойчивости белек и они у меня не падают потому что другие растения конечно повалились вот например и дельфиниум даже я увидела на нем бутоны смотрите дельфиниум решил зацвести но маленький какой-то он хотя он высотой на пакете было написано стать как он вырос при хуже ли она целы он высотой полтора метра ну вот пока нам первый год вот такой малыш и уже пытается цвести что же у меня тут за проблемка во первых это растение называется однолетний сфизантус вот его я высадила рано это однозначно бедный сфизантус он бы сейчас уже был наверное высотой на сантиметров 50 не постоянно приходилось подрезать и подрезать и подрезать потому что он уже падал и валился ну я думаю что его при высадке в открытый грунт все с ним нормализуется и он будет пышным сейчас конечно он такой знаете как слово такой подрезанный покоцанный но что делать и вот в чем беда это у меня лук exhibition как видите он у меня ну практически уже погиб дело в том что я его решила рассадить потому что он как-то у меня странно себя чувствовал и в итоге после пересадки он совсем не перестал развиваться и начал желтеть и дело все в том я так думаю что здесь у меня очень плохой грунт грунт у меня вот такой купила я другой грунт вот обычно я беру землю фирмы теравита я им очень довольна а вот раз решила взять вот подешевле написано как вы видите для всех видов овощных зеленых цветочных культур и рассады и что я заметила после использования этого грунта растения вот они ведь и малыши это однолетние растения это помню алису в общем они когда я их пересадила просто перестали развиваться вот как я посадила их ну недели две назад в таком состоянии плачевном они так и стоят в общем когда этот грунт поливаешь он просто через какое-то время может быть через сутки превращается просто в камень просто в цемент и туда даже не лезет зубочистка я постоянно его рыхлю постоянно пытаясь чтобы туда проходил кислород хочу сказать что вот это вот сверху насыпан вермикулит это я уже добавил для разрыхления почвы но он не помогает вот я туда вставляю зубочистку я чувствую что она туда с трудом просто пролезает вот этот грунт другой вот этот он помягче это вот грунт грунт был для томатов для перцев вот в такой я посадила эти цветочки а вот тот же самый эксибишен и вот эти некоторые тут цветы стоят вот даже тот же самый вот цветочек здесь у меня он тоже из этого из этой серии грунт вот он тоже у меня они не растут не растут вот алису вот я его рассадила и он у меня уже половина погиб и не развивается вот если кому-то попадается такой грунт скажите мне пожалуйста как вы считаете приличный он для вас или нет вот у меня создалось впечатление что это просто какой-то грудь грунт-убийца а если мне вот она нужно добавлять еще всякой всячины смысл-то покупать вот его дешевый этот грунт чтобы потом туда еще много-много чего-то добавлять ну цена то будет такая же менять шел на мыло уж лучше взять готовые в котором уже все есть и не буду переворачивать чтобы не шуршать пакетом но там все написано чудесно на нем состав этой почвы еще хотел показать вам лилию вот лилия азиатская я не знаю зацветет она или нет но она прям выросла буквально за неделю вот стала такая огромная раньше лилия никогда не сажала вот в горшки если да я все таки и додерживала до открытого грунта у меня есть еще две лилии которые вот хранятся вот у меня здесь ящики на балконе вот здесь и в принципе они нормально себя чувствуете они проросли но не до гигантских размеров сейчас я их достану покажу вот вели ли они обе 120 сантиметров вот все время куплены они с февраля они лежали у меня вот в этом ящике на балконе вот они конечно проросли но я уже сажала много раз в таком состоянии они вот еще две недели пролежат вот она проросшая но они уже были когда я покупала их они уже были немножко проросшие вот но я знаю что они потом в дальнейшем прорастут ну как положенные и зацветут в свое время вот например в июле да а вот с этой лилии я не знаю как быть дальше вот кто высаживает скажите пожалуйста что потом вы высаживаете в таком же состоянии или вот обрезаете ее вот например сантиметров 10 остается и вы ее высаживаете в грунт потому что но она очень сильно надо будет болеть не знаю в общем дайте мне пожалуйста совет у кого какой опыт по поводу по поводу выращивать или таких способов герань огромная 4 января я высаживала она прям тут лопушится но бутонов пока у меня никаких нет вот отличный перчик вот по моему острый вот острый у меня прям гигант ну баклажаны некоторые хорошо некоторые вот там есть вяленькие листочки у некоторых баклажан но не сейчас мне кажется все наверстают а вот эти цветы вот эти бедняжки но это наверное уже я выброшу вот этот не знаю оставить или нет у нас же есть еще всегда возможность досадить так это какой цветочек у меня целозия я хотела вообще чтобы не было целозия есть возможность это садить нам ценю на однолетние посадить например ты же георгины в общем посмотрю будет много земли если у меня еще но останется свободная земля я придумаю чем ее еще посадить какими-то другими с точками на занять а вот это у меня пойдет на выброс не получился в этом году у меня эксибишен что делать будем пытаться вырастить на следующий год теперь следующее видео я уже буду снимать со своей дачи я очень жду этой поездки единственное что опять погодка нас там не очень радует я посмотрела в прогноз погоды всего плюс 8 10 будет вот в эти первые майские дни очень женишь на жаль потому что я не знаю насколько там прогрелась у нас земля что можно будет там делать но дело конечно не в проворот я вас приглашаю к себе на дачу теперь все будут выпуски именно с дачи и впереди нас ждет огромная работа я надеюсь что вы будете со мной будем дальше с вами встречаться на моем канале еще раз поздравляю вас с наступающей пасхой всех вам благ всего всего самого наилучшего добра мира и любви до свидания до новых встреч и приятных моментов